Ульяновского полицейского обвинили в покушении на мошенничество. За вознаграждение в 50 тысяч рублей он обещал помочь фигуранту уголовного дела избежать ответственности. Сегодня вынесли обвинительный приговор теперь уже бывшему оперуполномоченному по особо важным делам регионального ОМВД. Надежду на хорошее будущее женщина подкрепляет финансово. 50 тысяч рублей передает оперуполномоченному по особо важным делам. За такое вознаграждение он обещает помочь ее сыну избежать уголовной ответственности. Якобы не приобщит к делу, а парня обвинили в сбыте наркотиков, прослушанные телефонные разговоры. Сразу после сделки капитана полиции с поличным задержали оперативные сотрудники. Он пояснял, что эти деньги предназначались именно за непредоставление данных оперативных мероприятий, однако он пояснял, что деньги предназначались не ему. И вся преступная деятельность была коалифицирована как покушение на мошенничество, так как он не имел реальной возможности не предоставлять эти оперативные данные следствию. В реальности результатов прослушки не было вовсе, зато оперативная съемка и диктофонные записи участников сделки стали основой уголовного дела. В зале суда теперь уже бывший сотрудник полиции свою вину признает частично. Я не согласен с квалификацией преступления, считаю, что мое действие падает в статью 286. В созейном я раскаиваюсь. Вину свою я признаю в той части, в которой я пояснял. Прошу не наказывать меня строго. Превышение должностных полномочий, покушение на мошенничество прокуратура настаивает на обвинительном приговоре. Назначить ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, поскольку преступление относено законом категории тяжких преступлений, я ориентировал суд на вынесение в ходе приговора еще и лишение Чичукова специального звания капитан полиции. И в соответствии с статьей 47 уголовного кодекса лишить его права занимать определенные должности в течение трех лет. Однако суд учел положительные характеристики и семейное положение. У 30-летнего экс-полицейского двое детей. Срок наказания сократили до двух лет, причем отбывать его он будет условно. Прокуратура уже планирует обжаловать чрезмерно мягкий приговор. Кристина Агафонова, Алексей Прохоров и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Охотников, которые расстреляли косуль, ожидает суд. В январе 2017-го от охотничьего инспектора в органы внутренних дел поступило заявление по незаконной охоте на двух косуль в селе Лебяжи и Меликесского района. После осмотра места происшествия и по первоначальным свидетельским показаниям установлено, что в живую мишень целились с вертолета. Сегодня, 22 декабря, полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении противоправных действий. По версии следствия, мужчины, прилетая на вертолете над лесничеством, осуществляли отстрел двух косуль в нарушении действующего законодательства Российской Федерации. Таким образом, Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации был нанесен ущерб на сумму 200 тысяч рублей. В полиции пояснили, что двое злоумышленников из Димитровграда полностью признали свою вину и возместили причиненный ущерб государству. В ближайшее время уголовное дело направят для рассмотрения в суд. В Ульяновской области около 450 человек, для которых сложная процедура гемодиализа является жизненно необходимой. Для таких пациентов действуют специализированные диализные центры. И не только в Ульяновске, но и в Димитровграде, и в Новоспасском. При этом, по данным прокуратуры, в областном центре появилась проблема с доставкой на процедуры тех, кто страдает почечной недостаточностью. 12-13 раз в месяц столько процедур, по словам Сергея Альмеева, приходится переносить таким, как он. Мужчина страдает почечной недостаточностью. И без гемодиализа ему просто не обойтись. При этом, по словам Сергея Николаевича, добираться до диализного центра и, что самое главное, обратно после сложной процедуры, приходится самостоятельно. Тяжеловато бывает многим, особенно пожилым людям. И добираться обратно очень тяжело. Общественным транспортом тяжело? Да, и общественным транспортом. Но вызывать такси, часто вызывают такси в последнее время. А такси сейчас тоже недешевые. В некоторых сельских районах доставку пациентов осуществляет муниципальный транспорт. В Димитровграде, Меликевском районе, перевозку организует региональный Минздрав. А в Ульяновске, по данным прокуратуры, такая мера поддержки была отменена после введения по вызову социального такси. Но воспользоваться им можно лишь трижды в месяц. А посещать диализный центр нужно значительно чаще. Длительное время же органы местного самоправления данная проблема не рассматривалась. Хотя неоднократно граждане обращались, но данный вопрос не был решен. Пришлось выходить в судебном порядке. В прокуратуре Заволжского района направлено исковое заявление об обязании муниципального образования города Ульяновск обязать обеспечить организацию доставки лиц, страдающих ранечкой почечной недостаточностью, к проведению процедур гемодиализа до диализных центров и обратно до места жительства. В региональном Минздраве заверяют, что о проблеме знают и ищут варианты решения. Наиболее оптимальное – изучить потребности каждого из пациентов индивидуально, с учетом графика процедур. Мы сейчас в министерстве со специалистами, с муниципальными образованиями еще раз прорабатываем вот эту вот тему по каждому человеку. Я говорю, что это не так и много, насколько необходим его подвоз. Я думаю, что мы будем это обязательно решать через программу заботы, понятно. А уж если это будет какая-то крайняя необходимость, то эти вопросы мы будем решать через форму материальной поддержки и помощи. Элла Шахова, Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Герман Баранов, Вести Ульяновск. Два главных символа в губернии сегодня отмечают в Ульяновской области. Флаг и герб региона – это выражение государственной и национальной идеологии и культуры. Нынешний облик нашего герба – это сочетание элементов как постсоветской эпохи, так и более ранних периодов. К последней можно отнести львов, щит франкского типа и колонну с короной. Возвращение сейчас к данной символике – это скорее, можно сказать, дань традиции, возрождение этих традиций и некоторое возвращение к истокам. Мероприятия по случаю этой важной для региона даты прошли в образовательных учреждениях губернии. Например, в 11-м лице старшеклассники за круглым столом выступили с докладами об истории создания главных символов Ульяновской области. Эта тема является одной из самых важных нас и самых главных, целеполагающих, потому что воспитание патриота, воспитание патриота своей малой родины – это, конечно, основная задача не только родителей, но и школы в том числе. Современный флаг региона утвержден в конце 2013 года. Также четыре года назад изменился и герб, иначе стала выглядеть колонной, и появился девиз губернии. В Ульяновском физкультурно-оздоровительном комплексе «Орион» выбрали лучших спортсменов года. Престижное звание присуждали в 13 номинациях. В торжественной церемонии элита спорта чествовали лучших как в олимпийских, так и неолимпийских видах спорта. Номинантов немало, так как заявки подавали разные спортшколы. Соискатели звания до последнего момента не знали, кого выберут лучшим. Если это спортсмены, то, конечно, мы берем всероссийский, международный уровень, добившийся огромных результатов именно на этих соревнованиях. Это победители, призеры, чемпионы. В номинации «Лучший тренер» в разделе неолимпийских видов спорта жюри выбрала наставника по армрестлингу Александра Стофеева. Звание лучшего спортсмена в этой же категории досталось неоднократной чемпионке мира по пауэрлифтингу Наталье Сальниковой. У нас был очень удачный сезон. Мы в июле выиграли эти игры, всемирные игры по неолимпийским видам спорта. Этот старт проводится раз в четыре года. И вот четыре года назад я выиграла и в этом году подтвердила это звание. А в ноябре я вот в восьмой раз выиграла чемпионат мира. В ходе церемонии также наградили лучшую команду по игровым видам спорта. В Старой Мане продолжают готовиться к новогоднему фестивалю. Напомню, в этом году районный центр выбрали новогодней столицей Ульяновской области. Праздничные мероприятия стартуют 24 декабря в 17.00. На центральной площади в Старой Мане уже поселился новогодний дух. Зимние горки еще с запахом древесины, но ребятня уже усиленно эксплуатирует их. А рядом новогодняя красавица уже в огнях. Ёлка в тестовом режиме перемигивается со снеговиками и Дедом Морозом. А Снегурочка у меня сидит и ребятишек письма читает, пока дедушка здесь работает. Всех-то не успею же прочитать я. Ребятишек много. Я попросил у Дедушки Мороза игрушечного зайчика на Новый год. Я попросил у Деда Мороза коньки. А я попросил у Деда Мороза новый айфон. В Старой Мане украсили парк возле районной администрации. Сделали это с помощью хвойных арок. В качестве материала организаторы использовали лесной лапник. Теперь новогодние прогулки станут куда романтичнее. В этом году в районном центре не обойдется без новогодней фишки. Раньше здесь никогда не было столько иллюминации. Сейчас ею украсили здание и деревья возле центральной площади. Пожидается прямая трансляция с Ханта-Мансиска. Будут собачьи упряжки, натуральные хаски. Будут пони, будут кони. Будет работать колокол желаний, где будет натуральный колокол княжеский. К услугам путешественников новогодний туристический маршрут. Он называется Старая Майна Купеческая. Гости смогут посетить музей леса, поучаствовать в интерактивных играх, а еще потанцевать под песни группы «Божья коровка». С Новым Годом! С Новым Годом! Эдуард Истомин, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск и Старомайнского района. По какой причине праздничную сцену с Дедом Морозом и Снегурочкой разделила и Мэри Поппинс? И почему новую постановку стоит смотреть не только детям, но и взрослым? Ксения Греченко знает ответы. В фоэмем центра, как всегда, перед новогодним представлением шум, гам и детский смех. Дед Мороз, Снегурочка и их помощники веселят ребят и зажигают красавицу елку. Мне нравится Дед Мороз, Снегурочка и Ёлочка. Здесь прекрасные актеры. Я здесь уже второй год и мне очень здесь нравится. Я здесь первый раз. Я очень рада, что я сюда приехала. В Большом Зале тем временем последние минуты перед представлением. Мэри Поппинс с Новым Годом. Это необычное для ульяновской сцены соединение нескольких видов искусства. Музыкальный театр. Партитуру предоставил сам автор мюзикла Максим Дунаевский. Благодаря сотрудничеству с театральной труппой, то что мы имеем уникальный оркестр симфонический, мы действительно обладаем теми условиями техническими, что сегодня мы открываем эту яму оркестровую, мы сегодня помещаем наших артистов, именно симфонический оркестр в оркестровую яму, мы создаем театрализацию. Но главной особенностью невероятного представления авторы считают его идею. Сценарий писался с июля, репетировать начали в конце лета. Роли играют поющие и танцующие артисты молодежного театра. Мне бы хотелось, чтобы, посмотрев этот спектакль, родители больше занимались бы и были больше с детьми, понимали их проблемы, разделяли их заботы и так далее. Чтобы дети не боялись родителей, чтобы дети доверялись своим родителям. В нашем регионе полторы тысячи отличников получили пригласительные билеты на елку в Ленинский мемориал. Еще тысячу билетов передали ребятам с ограниченными возможностями здоровья и детям погибших военнослужащих. Новогодние представления для массового зрителя будут проходить с 27 декабря по 7 января. Ксения Грищенко, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. На этом у меня все новости. Я благодарю вас за внимание. И теперь краткая информация о погоде. Хороших вам выходных. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Температура воздуха ночью по области минус 8-13 градусов, в Ульяновске минус 9-11. Завтра днем по области минус 4-9, в Ульяновске минус 7-9 градусов. На дорогах местами гололедица.